Надежда Волгина. Резус-фактор. Пролог. Ты же понимаешь, что поступаешь подло? Инга буравила меня недобрым взглядом. Я же старательно его избегала. Всё и понимала, как и то, что добилась желаемого. Радость была настолько велика, что больше меня не волновало ровным счётом ничего, как и никто. Игорь переживает уверенно. Да, возможно, он в меня влюблён. И что из этого? Я-то не влюблена в него, и он об этом прекрасно знает. Отношения у нас с ним были чисто деловые, даже партнёрские, а теперь я их порву, как и планировала. Это не подлость, а простой расчёт, отхлебнула я апельсинового сока. Сегодня я пригласила свою лучшую подругу в кафе, чтобы отметить события века. Ну, моего века точно. Сама я уже две недели как узнала, что беременные. Сначала выждала три дня задержки месячных, потом сделала экспресс-тест. На две полоски смотрела и глазам своим не верила. Ну, а ещё через неделю я встала на учёт в репланирование семьи, и меня даже похвалили, что сделала это на ранних сроках беременности. Ну, у меня на этот счёт другое мнение, не согласилась Инга. Ты хоть про ребёнка ему скажешь? Нет, конечно. И ты мне должна пообещать, что будешь молчать. Больше об этом никто не знает и знать не должен. И Игорю этот ребёнок не нужен. Он сам мне не раз говорил, что не планирует пока заводить детей. — Понятно, — протянула подруга и отпила щедрую порцию пива прямо из бутылки. — А-а-а, тебя всё равно не переубедишь. Делай, как знаешь, — улыбнулась она. — И я за тебя очень и рада. Я давно уже поглядывала на магазинчик «Моя красивая мама». Но никогда до этого не заходила в него. Просто любовалась витринами и теми элегантными вещами, что предлагались там для беременных женщин. Но сегодня я решила войти в святую святых. Пусть живота у меня пока не было заметно, но обычная одежда мне уже знатно давила в талии. Я боялась навредить этим ребёнку. Гардероб нуждался в обновлении. А выглядеть я привыкла стильно и модно. Но и этот магазинчик лучше всего удовлетворял моим вкусом. — Какие у вас предпочтения? — поинтересовалась девушка-консультант в элегантном брючном костюме. — Брюки или платье свободного покроя? — И то, и то, — ответила я после непродолжительного размышления. — Мне нужно несколько удобных красивых вещей. Желательно на вырост, — погладила я свой едва округлившийся животик. — Ну, конечно, — улыбнулась Анна, как было указано на её бейджи. — У нас вся одежда трансформеры. И ещё я бы посоветовала вам приобрести бандаж. Скоро он вам тоже понадобится. — А для чего? — не поняла я. — Специальный бандаж для беременных. — Вы работаете? — уточнила продавщица. — Конечно. Не просто работаю, а руковожу бизнесом. И он мне за это платит вполне приличным доходом, позволяющим ни в чём не нуждаться. — А ещё вы водите машину, верно? — кивнула она на ключи в моей руке. — Тогда тем более вам нужен бандаж. Тут же улыбнулась Анна. Обычно врач рекомендует его будущим мамам, которые проводят больше трёх часов в сутки, на ногах. Очень странно, что моя врач мне его не порекомендовала. Не стоит ли мне сменить поликлинику? Ну да ладно. Не нужно пороть горячку, гормоны, нервы. Всё это не про меня. Бандаж, прежде всего, поддерживает живот. Уменьшает нагрузку на позвоночник и внутренние органы по мере роста живота. Избавляет от боли в спине, опять же. Уменьшает риск развития варикозной болезни ног. Избавляет от стрий. — А это что такое? — невольно перебила я. До этого же слушала консультанта почти что с открытым ртом. — Растяжки, — с улыбкой пояснила она. Если кожа недостаточно эластичная, то их трудно избежать. Но уж с этим у меня должен быть полный порядок. Не зря же пять лет уже регулярно посещают тренажёрный зал и бассейн. Правда, на время беременности пришлось от этого отказаться. Но и самое главное — бандаж фиксирует правильное положение плода в матке и не даёт ему опускаться раньше времени. — Боже мой! Я аж вспотела, хоть в небольшом зале и было довольно прохладно. — Вы столько знаете! — с уважением посмотрела на консультанта. — Вот это работник! Вот это я понимаю! Моим до неё, как до луны! Но зато есть к чему стремиться! Через полчаса я выходила из магазина, нагруженная пакетами и солидно пополнившая запас специфических знаний. — Ты меня бросаешь? Но почему? Игорь выглядел удивлённым, разве что, но точно не расстроенным. Для финишного разговора я выбрала ресторан, куда мы часто ходили ужинать за последние три месяца, сколь длилась наша связь. Здесь всё началось на дне рождения Инги, здесь всё и должно закончиться. Я встретила другого мужчину. Такой ответ я посчитала самым правильным. Ведь начни я говорить Игорю что-то в стиле «наши отношения» исчерпали свой резерв. Я поняла, что мы не подходим друг другу. Так сошлись звёзды. Пришлось бы тогда отвечать на бесконечные вопросы, которые он обязательно бы стал задавать. А так всё яснее ясного. Любовь — злая штукенция. И пусть это было ложью, но Игорь-то об этом не знал. — Вот так новость! — озадачно почесал Игорь затылок. Хороший он мужик, что есть, то есть. И я не жалею о потраченном на него времени. И у ребёнка моего будет отличный генофонд, как ни крути. Но в дальнейшие мои планы Игорь точно не вписывается. И чем раньше он это поймёт, тем лучше. — Надеюсь, ты на меня не в обиде? — посмотрела я на Игоря предельно честными глазами. — Нет, ну что ты! Просто я буду скучать по тебе. — Я тоже! — кивнула я и встала из-за стола. — Мне пора. Может быть, ещё увидимся как-нибудь. Вот так. Лучше рвать сразу. Да и рвать нам было нечего. Я никогда не принадлежала Игорю. Мы никогда не строили совместных планов. У нас был только секс после встреч два раза в неделю. А теперь и это осталось в прошлом. Зачем мне туда ложиться? Затем, что только так вы сможете сохранить беременность, милочка. Иначе вас ждёт выкидыш или преждевременные роды. В худшем случае ребёнок родится с патологией. Как вы можете знать это? Мы с малышом чувствуем себя прекрасно. Прижала руку я к животу. Врач-гинеколог отложила ручку и посмотрела на меня поверх очков. До этого она что-то строчила в моей карточке, что невероятно бесила. Дело в том, милочка, что резус-конфликт не вызывает никаких специфических симптомов. До поры до времени. И вся беда в том, что время это обычно наступает поздно. Понимаете вы меня? Не очень. Ещё меня бесило её обращение. Какая я ей милочка. И слишком снисходительно звучало это слово на мой вкус. Ну что ж тут непонятного? Прошлый анализ показал незначительное количество антител в вашей крови. А в этот раз титр значительно вырос, превысив допустимый порог. К сожалению, это говорит о том, что количество антител нарастает и наступает резус-конфликт. Кроме того, УЗИ показало, что у вас незначительное многоводие и утолщение плаценты, что само по себе является тревожным сигналом. Если вы хотите попытаться выносить ребёночка, то вам требуется постоянное наблюдение в стационаре, улыбнулась врач. А моё сердце словно кто-то сжал в кулаке. И поэтому мне придётся лечь в больницу? Да. Другого выхода нет, сокрушённо ответила врач. Тогда я бы хотела самое лучшее. Это не проблема. Вы даже можете сами выбрать перинатальный центр. Но я бы вам посоветовала клинику Даниила Шевцова. Там работают очень сильные специалисты. Кроме того, находится клиника за городом, в живописнейшем месте. И там вы будете чувствовать себя как дома. Это вряд ли, вздохнула я. Ну, давайте тогда пишите направление в эту вашу клинику.